Первое, ты должен всегда помнить, если ты тело Иисуса, вы знаете, когда я скажу одно очень, одно мое наблюдение, которое очень, оно оправдало, оно подтвердилось тысячу раз. Если человек, существует много верующих, которые собираются, они общаются, они молятся, они молятся за больных, они что-то стараются делать. Но я вам скажу такую вещь, пока эти люди не станут церковью, это все вообще неизвестно куда приведет. Это я уже видел очень, очень, очень много раз. Только тогда, но когда вдруг становится тело, я видел, как могучая группка наша становилась телом, сколько визгов, сколько писков, сколько бесов начало проявляться и вылезать, и начали разные проявления. Потому что, когда ты оказываешься в теле Иисуса, там другие правила поведения, там другие формы мышления, там другие благословения, там другие откровения. Ты уже не можешь здесь быть хорошим, а там делать то, что ты хочешь. Колбасить будет, трусить будет, ломать будет, и будет кошмар, и человек убежит. Но, когда ты находишься в теле Иисуса, и ты признаешь, что ты в теле Иисуса, ты теперь уже не брошенный, ты защищенный, ты благословленный. В теле Иисуса, если ты принимаешь решение, я в теле Иисуса, все. Кто может убить Иисуса? Никто. И тебя никто не может. Кто может залезть в тело Иисуса, вытащить какой-то орган? Никто. Все защищено. Все благословлено. И слова, так и слова его начинают с головы, помазание, оно работает во всем теле. Если ты принимаешь, будешь иметь. Опять же, вы знаете, что такое вера? Вот, допустим, я говорю, Господь, я хочу больше силы, больше силы, больше силы. Физически я не чувствую никаких проявлений. Но я знаю, что если я скажу, буду основываться на том, что я чувствую, остановится помазание. Но я говорю, сила движется, Господь, Иисус, идет сила, 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 сила. Потом, через некоторое время, я даже начинаю ее чувствовать. Но до этого я просто как будто гоняю в воздух, нагнетая атмосферу своими словами. Но на самом деле это слова веры, и они срабатывают. Ты ничего не чувствуешь, но как раз когда ты ничего не чувствуешь, это самое лучшее время для проявления чудес. Вообще, не то, что ничего не чувствуешь, а античувство вообще. Противоположность того, что ты хочешь получить. Это первый признак, что твоя вера работает. Хорошо. У нас сегодня непростая тема, она такая, знаете, интимная. И там очень мало, я обратил внимание, знаете, все мы говорим, я хочу любить Иисуса, я хочу его целовать, обнимать. Да нету нигде, кроме одного места в Новом Завете таких отношений. В основном, это какие-то правила, направляющие к хорошим отношениям с Иисусом. Это какие-то хорошие слова поведения, это моральные какие-то принципы. Это такое, знаете, такое, как нужно поступать в церкви, в отношениях любви и так далее, и так далее. Но я вам покажу сегодня один важный момент, что Иисус хочет быть с тобой очень-очень близко. И еще один момент тебе скажу. Если ты не будешь с Ним, Он не будет с тобой. Если ты не будешь хотеть, если ты не станешь, извините за выражение, сумасшедшим в Иисусе, знаете, когда мозг уже все, ты хочешь Иисуса больше всего во Вселенной, ты хочешь Его больше, ты хочешь Его больше. Вокруг обстоятельства говорят все, но если ты Его хочешь больше, Он это видит, Он на это реагирует. Если ты действительно хочешь, будет так. Но когда ты будешь с Иисусом, я тебе скажу, что-то будет происходить невиданное, невероятное. Он просто будет для тебя делать такие сюрпризы, которых ты даже, как мы говорим, не думал и не мечтал. Это именно для нас. Сегодня даже будет, я вам покажу, кто такие любимчики Иисуса. Реально в священном писании, реальные любимчики Иисуса. Вот конкретные. Кто-то говорит, в Иисусе все равны. Аминь. Вот тебя пусть они будут равны. А у меня будет любимчик. И я просто хочу, чтобы ты тоже стал любимчиком Иисуса. Кабо, щиро, лабо, сото, ке? Вы знаете, тема, она движет, ну, Иисус здесь, и потому мы здесь. Если бы Иисуса здесь не было, нас бы тоже здесь не было. Это именно Иисус здесь. Если Иисуса нет, здесь нечего делать. Но вы когда прослушиваете темы, я сам когда прослушиваю темы, я понимаю, Иисус не только был, Он благословлял близко каждого из нас. Поэтому я хочу тебе сказать, Его не видно, но просто будь готов каждое мгновение, чтобы Иисус просто мог что-то делать в своем духе, в твоем сердце и прямо сейчас. Он мог тебе говорить, Он мог тебя даже обнять, Он мог бы тебе что-то сказать, Он мог тебя поцеловать, Он может сделать все, что угодно, просто будь открытым для Него. Аминь. Вы не против им? Аминь. Хорошо. Идем. Любовь Иисуса или как любить Иисуса. Ну, такая тема очень странная, вообще странная. Как любить Иисуса вообще, да? Ну, поехали. Множество разных значений слова любовь. Там говорит Офилио, Милио. Я вообще про эти темы мне неинтересно вообще. Греческие слова, оно вообще к Иисусу не имеет никакого отношения. Никакой теологии, чисто практика. Поехали. У каждого человека в голове свое понимание любви. Чаще всего это искаженное какое-то фальшивое такое странное явление. Но суть любви заключается, я считаю, мы плавно будем к этому идти. Бог есть любовь. И сразу идем дальше. Мы сразу фокусируемся. Иисус является стопроцентным Богом и стопроцентным человеком, который пришел в физическом теле человека. Бог пришел в физическом теле человека на землю, чтобы совершить акт. Не просто акт любви. Акт избавления, это акт искупления. Иисус пришел на землю. Первое. Они с Отцом решили, что ибо так возлюбил Бог Отец мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, то есть спасся и имел жизнь вечную. Бог есть любовь. Когда Отец отправляет Своего любимого Сына на землю, и Он рождается, воплощается здесь в биологическом, физическом теле человека, проходит какое-то время. И мы узнаем, что наш Господь пришел для того, чтобы каким-то жестоким... Что-то должно произойти с Иисусом очень жестокое, что позволит нам вернуться на свободу, вернуться к Нему. Что-то должно с Иисусом произойти очень жестокое, которое позволит нам вернуться к Отцу. Что-то должно произойти очень страшное с Иисусом. Вы представляете, Иисус, Он всегда был Господь, Он всегда был Бог. Бог – Отец, Бог – Сын, Бог – Дух Святой, и Отец с Иисусом решают, тебе нужно, Иисус, пойти на землю. Время дошло до такого критического момента, что уже больше нельзя оставлять эту ситуацию. Момент Х настал, тебе нужно идти на землю, и ты станешь человеком. Я не думаю, что Бог без тела мог понимать, что Ему предстоит. Но когда Иисус родился в теле, Он родился у Марии, у мамы Марии, то я думаю, что только Бог, Бог Отец еще даже, наверное, может быть, Вы знаете, Он промыслит, но как тот, у кого нет тела, может понять того, у кого есть тело? У Отца есть тело духовное, но только у Иисуса есть физическое тело. И Он пришел на землю в этом физическом теле, чувствуя эти запахи, эту боль, эти ощущения, эти царапины, эти порезы, эти какие-то ощущения, какие-то страдания других людей, множество разных запахов. Он приходит и оказывается на этой земле в той же ситуации, как и мы. Сегодня было сказано о том, что я не заработал грех, я на него не зарабатывал. Меня ввели в грех как социальное какое-то состояние. Меня обучили тому, чтобы я мыслил как грешник, поступал как грешник, жил как грешник, но это не мое вообще. Я не заработал на грех, он мне не нужен. Я не заработал праведность, но я хочу праведность. Хорошо, идем дальше. Смотрите, простые вещи. Любовь это любить Иисуса невидимого и любить человека видимого. Первые, мы не говорим еще, мы только сейчас доберемся до этих основных моментов. Любовь это любить невидимого Иисуса. Но твоя любовь также проявляется к видимым людям. Как в заповеди написано, возлюби Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя. Сколько тут действий? Возлюби Бога, ближнего, как самого себя. Сколько действий? Три действия. Первое, есть какая-то связь с Богом. Вторая связь, это ты и Бог. И третья связь, когда ты получаешь от Бога, ты можешь что-то дать людям. Да, поэтому первое, что происходит, любовь это способность, это целое мероприятие. Ха-ха, хорошо. Шико-боро, марка-босе, халлелуя. Хорошо. И такой момент, смотрите, враг сегодня что пытается? Чтобы все, что ты делаешь. Еще существует такой мотив, такая вещь, как мотив. Враг сегодня старается, чтобы все, что ты делаешь, ты делал механически. Любое доброе дело, любое хорошее дело. Просто делай хорошее дело механически. Но сегодня Господь, Он хочет, чтобы всякое дело, к которому ты прикасаешься, оно было с каким-то особым отношением. Когда ты делаешь какое-то действие с любовью, с особым отношением, это действие получает благоволение от Бога. Когда ты делаешь какое-то действие, это называется с любовью, ты можешь просто дать, ты можешь просто благословить, но это может не сработать. Но когда ты вложишь в себя мотив, Господь, я даже дать нормально, благословить человека не могу. Когда ты это поймешь, что мы ничего без него не можем, но когда ты говоришь, Господь, я хочу, чтобы каждое мое действие, прикосновение к моему ребенку, мои слова, они были с мотивом любви. Я прошу тебе, дай мне эту способность, силу, помазание сейчас быть таким. Я протягиваю руку, я говорю кому-то, я что-то ему передаю, я делаю с мотивом любви. Любое действие, ты пришел в дом, ты пришел в гости, ты пришел и так далее, во всем существует особый мотив. Мотив, вы знаете, да, в криминалистике там есть такой момент мотивации, мотив преступления. Есть ли у тебя, а есть мотив добрых дел. Так вот, если я делаю что-то с правильным мотивом, с мотивом Божьей любви, Господь говорит, я ставлю печать, благословение, все, что без любви, все, что не по вере, все грех. Написано, что, помните это место, мы сейчас прочтем, 1 Коринфянам 16-14. Все у вас добудет с любовью. Все у вас добудет с любовью. Это Павел писал, а письма Павла вообще читаются целиком. Считайте, что я вырвало из контекста. Вырвано из контекста. Все у вас добудет, все у меня, все у тебя добудет с любовью. Дальше. И сейчас смотрите. У Господа есть повеление для своей семьи. Они находятся в Священном Писании. Они звучат так. Апостол Павел говорит, я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, то баловайка две струны. Или кимвал, или фанера над Парижем, да? Или месть звенящая и так далее. Имею дар пророчества. Все тайны знаю, какие-то понимания, какие-то откровения, всякое познание. И даже верю, и могу горы переставлять, а любви не имею. Вы знаете, что когда Павел это писал, он писал это с иронией. Он писал, как, знаете, какую-то комическую, театральную, как черную комедию. Как степ над проклятием. Если вы внимательно прочтете, это не было строгое, именно это строгое. Он просто, посмотрите, как построен текст. У вас есть дары, у вас есть вера, вы такие крутые, молодцы пацаны. А любовь у тебя есть? Нету. Вася, гуляй. У тебя нет мотивации, правильной, божественной мотивации. Я постепенно приближаюсь к вам. Видите, я стоял здесь, я уже здесь. Дальше. Раздам имение свое, как Сапфира и Анания. Помните, да? Хотели наколоть Духа Святого. Вот. И тело на сожжение, а любви не имею, нет никакой пользы. А теперь смотрите, такой момент. Там есть, идут перечисления. И там есть, я буду читать, где я изменил на противоположность. Там есть, там, любовь, она не бесчинствует. Я не говорю бесчинствует. Я говорю, любовь, она делает честь другому. Я буду вместо «не», вместо «не делай», я буду говорить, что делать, что имелось в виду. Поэтому апостол Павел здесь специально пишет таким слогом, чтобы мозги включили умные пацаны. Это были не глупые люди, которым он писал. И они уже были не просто христиане, уже были какие-то основы. И они уже пошли очень хорошо и начали развиваться в дарах. Это послание для его церкви. И сегодня Иисус говорит, мы сейчас не говорим о главной сути, мы сейчас стараемся подобраться к тому, к той главному моменту, о чем мы будем говорить с самой кульминацией. Второе. Любовь долго терпит. То есть, какая-то ситуация происходит, наберись терпения. Второе. Любовь милосердствует. Это доброе сердце, позволяющее другим людям даже делать ошибки. Милосердие. Или сострадание. Или вот что-то вот, ну, сами что-нибудь добавьте, вы поняли суть. То есть, любовь радуется... Не гордиться, да? Любовь радуется успехом других. Любовь радуется, что у кого-то есть успех. Любовь не превозносится, нет. А любовь возносит, поднимает других. Любовь поднимает других людей. Любовь... Там еще какое-то слово... Антисмирение, что это? Не гордиться, да? Да. Любовь смиренно. Когда... Любовь имеет... Это отношение с разными гранями. Как ты... Вот, я люблю какого-то человека. А как это проявлено? Вот, в гостеприимстве, в угощении, в способности прощать, в способности благословлять, в щедрости. Ну, какие... Да, поняли, да? Ну, сейчас мы придем к этому. Любовь почитает других. Любовь ищет пользы другим. Любовь в самоконтроле. Любовь, она находится в самоконтроле. Я сейчас не читаю место, которое было написано вне. Я читаю противоположность того места. Любовь не только... Любовь это только позитив и добро. Любовь это только, только что-то самое лучшее, что-то самое доброе. Если тебе предлагают быть раздраженным, если тебе предлагают в каком-то событии быть каким-то неадекватным, то любовь, она говорит, не получится это дело в таком состоянии. Войди в это состоянии любви. Перейди эту грань внутри себя, чтобы мои качества начали сейчас работать вместе с твоим действием. Качество Иисуса работает, когда ты что-то делаешь и делаешь любовью, и тебе приятно, и хороший результат. Аминь. Аминь. Любовь всего надеется, она в надежде. Любовь все переносит. То есть она настолько... Любовь очень выносливая. И любовь очень способная для любого успешного действия. Любовь никогда не заканчивается, не перестает. Хотя пророчества прекратятся, языки умолкнут, знание упразднится, но пребывает три. Вера, надежда, любовь. А любовь Иисуса больше всех. Я не могу понять другой любви, как только любовь Иисуса. Ты не поймешь любви Отца, если ты не поймешь любви Иисуса. Ты не поймешь никогда Духа Святого, если ты не поймешь любви Иисуса. Иисус, живая, реальная, божественная, Бог, Личность, который хочет любить тебя, быть с тобой, обнимать тебя, говорить тебе каждый день, преодолеть все барьеры, все учения, все знания, все твердыни, все человеческое, чтобы добраться до твоего сердца. И все-таки вы смогли говорить с Ним и быть с Ним. Суть, все благословенные, разнообразные проявления любви через человека, это проявление любви Иисуса. Представьте себе такую вещь. Ты общаешься с каким-то человеком, из него исходит любовь. Эта любовь Иисуса исходит от этого человека. Если какое-то доброе проявление через другого человека, это доброе проявление Иисуса через этого человека. Я хочу вам сказать больше. Очень важный момент. Иисус хочет, чтобы через нас шел поток любви. Постоянный поток любви. Когда через меня идет божественный поток любви, я могу говорить с людьми, я могу что-то делать. Но как только я задумаюсь над такими вещами, страшно, а вдруг меня не будут любить, приходит страх. Останавливается поток любви, и человек внутри начинает выгорать. Он начинает высыхать, как дерево, тлеть, как угли. Он начинает разваливаться, приходит тревога, волнение и страхи. И этот человек останавливается, он больше ничего не может делать. Позволь Божьей любви идти через тебя постоянно. Не жалей отдавать любовь, которую Бог направляет через каждого человека. Бог через каждого христианина направляет любовь. Она готова течь, течь, течь. Если ты остановишь эту реку, у тебя будут трудности в жизни. Позволь этой реке, чтобы ты был счастливым, чтобы ты был свободным. Позволь течь этой реке. Любишь, люби. Люби бесплатно, и люби с правильным мотивом, правильно относись. Но это любовь, она должна оттечь, не останавливая ее. Что посеешь, то и пожнешь. Но тем более, что это не твоя любовь вообще. Если так по большому счету, это все... Все виды и типы благословенной любви, это все принадлежит и является собственностью Иисуса. Кобо ширама сетеке. Скажи, где это написано? Идем дальше. Халилюя. Любить, это святое божественное деяние. Любить, чисто святое любовь Божия начинается через совместные взаимоотношения. Ты помогаешь, благословляешь, ты служишь везде. Это теплое, нежное переживание безопасной Божьей любви. Любить, написано, религия давно уже обессмыслила откровение Божьей любви. Как написано, в любви нет страха, а совершенная любовь изгоняет страх. Все поступки должны быть мотивированы Божьей любовью. Не останавливай Божий поток Иисуса Христа через тебя. Возвращаемся к Иисусу. Мы сейчас будем, ну, мы как-то приближаемся к нему к очень сокровенным моментам. Ну, от общего, от глобального к частному, к конкретному, локальному. Так возлюбил Отец мир, что отдал сына своего единородного, чтобы никто не погиб и имели жизнь вечную. Страдания в Гефсиманском саду. Казнь на кресте. Жестокая агония. Разрушенное тело. Сумасшедшие импульсы боли. Глубокие рваные раны в ладонях, в ногах ржавые гвозди. Весь тело. Кожа рвется живьем. В голове венок с шипами. Одно только. Не сойти с ума. Продержаться. Остаться в сознании. Чтобы выполнить миссию любви. Для тебя и для меня. Вы знаете, у нас есть школа. Я верю, что мы все-таки начнем ее в сентябре. Божьей помощью. Я не могу говорить о смерти и воскресении Иисуса, потому что такой образ человеческий мозг не в состоянии представить. Поэтому у меня есть картинки из фильма «Страсти Христовой». Там хоть как-то эти образы пробиваются, чтобы мы могли быстро включиться, и чтобы мозг не работал над созданием этих ужасных картин. Но то, что я вам сейчас сказал. Я хочу вам показать одну короткую формулу, и потом мы начнем двигаться уже с такой скоростью, более детальной и конкретной. Есть такие аспекты любви. Иисус умер – это проблема. Когда человек умирает – это проблема. Иисус воскрес – это решение. Если у меня есть проблема, я беру у Иисуса решение. Есть формула, которую Господь просто мне показал. Если я умер – это проблема. И у тебя есть проблема, то я воскрес, и у тебя есть решение. Если у меня есть проблема, у Иисуса для меня всегда есть решение. Это математическая формула, которая не дает вообще третьего ответа. Всегда, когда у тебя проблема, у Иисуса всегда есть решение. Но задается вопрос, как получить, как дотянуться, где этот ответ? Иисус говорит, я до тебя уже дотянулся. Я уже давно в твоем сердце. Я уже давно в тебе. Я просто хочу, чтобы твой взгляд на внешний мир, он обратился в твое сердце. И ты увидишь чудеса, какие я готов вот-вот-вот-вот-вот-вот совершить в твоей жизни. Вы знаете, когда ты окажешься на небе, вдруг задастся вопрос, Иисус, а где ты был тогда, мне деньги нужны были? Он скажет, он включит тебе видео, и ты увидишь. Он был рядом, и ты просто не увидел. А я не хочу так больше жить. Я хочу видеть, я хочу слышать, я хочу знать, я хочу получать от Иисуса. И когда ты с Иисусом, у тебя будут серьезные свидетельства. Серьезные свидетельства. Очень серьезные. Второзаконие 23.5 Обратил Господь Бог мой проклятие их в благословение мне, так Господь Бог мой любит меня. Читай еще раз. Все, мы подходим. Мы подходим к самому вкусному. Обратил Господь Бог мой проклятие их в благословение мне, так Господь Бог мой любит меня. Господь Бог мой любит меня. Мир думает, люди думают, обстоятельства думают, что-то думают, они пытаются тебя проклясть, чтобы ты жил в этой системе мира. А Господь говорит, а я переворачиваю страницу, и ты благословлен, как паспорт. Говорит, есть паспорт? О, поехали на Гавайи. Паспорт есть? Поехали. Благословение. Римлянам 9.23 Якова я возлюбил, а Исава возненавидел. Вы знаете, что это? Это откровение для возлюбленных и любимчиков Иисуса. Макко пощикото. Ой, ой, ой. Исав, прообраз независимого от Бога мужчины, живущий, видимый, охотник, красавчик, альфа-самец, центр внимания, эго номер 1. Понятно, да? Дальше идем. Яков, прообраз зависимого от Господа мужчины, истинно успешного, ну потому что он от Бога зависит, чуткого, внимательного, живущего внутренне невидимыми, божественными, качественными верами, принципами, просто классный пацан. Ты Яков. У него, вот в принципе, Яков такой. Он просто внимательный, чуткий, осторожный человек. И как-то что-то произошло. О, а теперь смотрим. Макко по сыру. Читай еще раз. Якова я возлюбил и самовозненавидел. Иоанн, отмечен. Еще один момент сейчас. Кто любил Иисуса, когда Иисус был на земле? Вот таких людей я отметил, вот таких реальных. Это мама Иисуса, вот, который вот реально, вот, ну, как по Писанию. Папа Иосиф, точно. Мария, это вот эта девушка странная. Петр. И Иоанн отмечен как любимчик, как любимый ученик. И он отмечен. Почему Иоанн был любимчик? Почему Иоанн был, в прямом смысле, как Яков любимчик? Ну, я бы, я бы, я бы в ту сторону не ходил. Это очень опасное мышление. Потому что, знаете, сейчас есть меньшинство, которое это перекручивают. Да. Потому что он был любимый ученик. Он был самый лучший ученик. Поэтому он был любимчик. Любимый ученик. Там уже заложен ответ. Любимый ученик. Он был лучший ученик. Ты можешь стать любимчиком, если станешь лучшим учеником Иисуса. Макото. Халлелуя. Коси. И в Священном Писании есть одно место, где проявлена близость с Иисусом. Кто знает такую близость, есть такие отношения, что вообще? Кто знает такую ситуацию? Может, знает даже имя. Что, проехали. Это Мария помазала маслом и вытерла своими волосами ноги Иисуса. Хобо, щиро, лайя. Есть близкие отношения с Иисусом. Есть такие. Кстати, Мария, было сказано о том, что всегда ее будут вспоминать. Если вы вспомните, у нас вообще через каждую тему мы вспоминаем про Марию. Вот последние три темы Мария везде участвовала. Она везде была в теме. Если Иисус сказал, что я ее буду вспоминать, значит, она будет в теме. Комо сибо рощи то ко. Кома сикате я. Давайте помолимся за эту ситуацию. Чтобы это откровение. Якова я возлюбил и самого ненавидел. Когда ты становишься учеником Иисуса, тебе нужно стать его любимчиком. Тебе нужно стать самым лучшим учеником. У нас вообще нет другого шанса. Когда я с Иисусом, я его слышу, я его понимаю, он мне нравится. Меня все в Иисусе устраивает. Кома сикате я. Иисус, я прошу тебя, вложи в дух каждого из нас. Чтобы мы было посвящение, глубокое посвящение тебе, Иисус. Глубокое посвящение быть с тобой, Иисус. Чтобы каждый из нас принял решение, посвятил свою волю. И принял решение, Иисус, быть твоим учеником. Послушным, верным, надежным учеником во всякое время. Иисус, я просто умоляю, прошу тебя, чтобы каждый из нас был влюблен в тебя. Чтобы каждый из нас просто вышел на такой уровень отношений с тобой, когда весь мир просто преклонится и будет служить. Будет вынужден служить каждому из нас. Во имя Твое, Иисус. Аминь. Когда человек любит, через него проходит Божья слава. Божественный поток сверхъестественной силы, сверхэнергии в другого человека. Любящие люди, они, знаете, как коровки. Они дают молоко, и все довольны. Вот, знаете, вот так вот мы должны быть, знаете, вот как эти коровки, которые через нас Божья любовь идет, идет, и мы напитываем множество людей. Ты знаешь, ты просто можешь находиться среди людей, и людям приятно только от того, что ты там находишься. Потому что любовь Божья идет через тебя. А они это не понимают, но им хорошо. Это главное. Чем больше через тебя течет Божьей любви, тем больше Иисус может быть явлен через тебя и через меня. Ты знаешь, любовь, она вообще может даже не разговаривать. Она просто позволяет Иисусу использовать твое тело, чтобы просто излучать вот это тепло и нежность, и твое отношение к другим людям. Ты просто молчишь, а любовь Божья течет через тебя и прикасается к людям. Я хочу, чтобы у нас было так. Это важно. Можно много чего, можно... Я знаю одну, я понял одну главную истину, которой я не собираюсь уходить ни влево, ни влево, ни влево. Это Иисус Христос, мой Господь. Больше мне ничего не... Мне не надо никакой теологии. Мне ничего больше не надо. Когда ты рядом с Иисусом, все подчиняется Иисусу, все вращается вокруг Иисуса. Вся теология, вся биология, вся химия, все деньги, все вращаются и притягиваются к нашему Господу. Ну, а мы тело вынуждены быть благословенными. Принудительное благословение. Да, и вы, в первую очередь. Аминь. Вам принудительное благословение. Аминь. И вам. Так вам и надо. Дальше. Любовь – это удивительное чувство, мощное переживание, трепет, нежность, счастье, жертвенной готовности. Это когда высвобождаются лучшие качества, верности, чести, достоинства и благородства. Когда Божья любовь через тебя течет, ты становишься иным человеком. Плавится все негативное, уходит все странное, уходит страх. Ты становишься человеком особой чуткости, особой внимания, особой нежности, очень аккуратных в отношениях с другими людьми. Это качество очень важно. Позволь люби Иисуса действовать, и ты переживешь благодать и познание святого. Вы знаете, есть одно место, я не хотел его говорить, я его отметил особым цветом, но я все-таки скажу, кто услышит, тот услышит. Закон. Нельзя, не подходи, не прикасайся. Запрет в человеке провоцирует нездоровую заинтересованность вопросом, почему нельзя? Или запрет – это ловушка для души человека. Сегодня мы в Новом Завете, и действие любви упреждает всякое неправильное действие. В Эдемском саду Адаму ничего не запрещали, кроме одного. Но если ты сможешь вместо запрета быть терпеливым, общаться, объяснять в любви, у человека не появится больше вопросов, почему нельзя. Если бы Адаму, я не знаю, совершал Бог ошибку или не совершал, но с Адамом должен был кто-то поговорить глаза в глаза и объяснить ему, почему. Или же скорее был другой вариант, Адам должен был подойти к Богу и спросить, почему мне нельзя подходить к этому дереву, объясни мне суть. Скорее, что Адам может быть подойти. Не знаю, ничего этого я не знаю. Я не знаю, как там что было, я могу сказать только одно. Мы живем в Новом Завете и мы можем, нам не нужно запрещать, нам нужно объяснять терпеливо, спокойно, смотря в глаза, объяснять, объяснять в деталях, смотря в глаза, объяснять. И когда ребенок, человек начинает понимать, у него не возникает нездорового интереса, почему запрет, это есть любовь, терпеливо применять эти качества в отношении каждого, каждого, каждого человека. Мако Бухшироло. Сегодня Церковь Иисуса Христа является продолжением Божьей любви. Это ты и я, продолжение Иисуса, продолжение Божьей любви. Ты скажешь, у меня есть руки, у меня есть ноги. Ты знаешь, что через эти руки прямо сейчас течет Божья любовь. Ты знаешь, что через твои глаза, через твое дыхание, если ты веришь, сейчас идет Божья слава и Божья любовь. Если ты это захочешь, это будет. Если ты не захочешь, ты будешь идти своим путем. А я хочу идти путем Иисуса. Кому щикото. Иисус здесь, потому что мы здесь. Ты любимый ученик. Иисус назвал вас друзьями. Я помню, у нас была тема, и мы говорили такое исповедание. Я друг Иисуса. Я друг Иисуса. Мне кажется, что это нужно вообще вбивать и день и ночь, чтобы оно начало включаться, работать. Но понятие дружбы, оно такое. Друг отдает свою жизнь за друзей. Любовь и дружба неразрывны, как Иисус и Священное Писание. Я сделал просто такие, знаете, как бы, такие аллегорические сравнения. Любовь и дружба, они так же неразрывны, как Иисус и Священное Писание. Иисус и Священное Писание неразрывны. Невозможен Иисус без Священного Писания. И Священное Писание невозможно без Иисуса. Такая сложная теология. Очень сложная. Вообще трудно понимаемая. На самом деле, вы сами понимаете, что это легче легкого. Это его проблема. Ну, так это мы, ну, понятно, может быть, и мы сейчас где-то в какой-то пропорции в этом. Но когда люди, смотрите, первая дружба, когда люди дружат, появляется отношение любви. Правильные отношения, здоровые, которые не угнетают и не используют другого человека. Знаете, сколько сегодня в христианстве? Он мужчина, она женщина, у них будет паханье, бам-бам. О, стоп, стоять, вы откуда пришли вообще? Я не живу этим, одна мне спрашивает. А что ты, тебе приходят в голову образы там сексуальные о ком-то? Говори, слушай, если я буду думать, я там окажусь. Я не хожу этими путями, я не хожу. Я знаю, что если я сейчас сюда стану, вот я иду. Если я знаю, что сейчас стану, я провалюсь. Зачем мне сюда становиться? Молодец, дорогой. Молодец, дорогой. Дальше. Вначале выстраиваются дружеские отношения, потом посвященность и дружба. Дружба – это место, где отношения переходят в завет. И смотрите, Иоанна, я вытащил только то, что касается дружбы. Дружба и отношения любви. Иоанна, читаем 13-14 куски из глав. Заповедь новую вам даю. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Иисус говорит, я уже вложил в вас источник моей любви, источник благословения. И священное писание. Вот эти отношения, которые были у Марии с Иисусом, она настолько трепетно, осторожно к нему относилась. У них не было никаких странных отношений, потому что, вы понимаете, Иисус – Он Бог. Он не допускал ничего бы такого, что-то такого нехорошего. Но она Его любила. Если вы помните, она была на кресте. Он голый висел на кресте. Он разорванный был где-то. Она пришла к этому камню у гроба. Он уже умер. Что еще тебе надо? Что ты с утра, в пять часов утра встала, приперлась к этому камню? Что вообще? Она Его любила. Она любила Господа. Любовь продолжала двигаться в ее сердце. Я хочу, чтобы у нас было такое отношение к Иисусу. Макоба, щиток. Потому узнают все, что вы мои ученики. То есть, ученики, значит, любимчики. Если будете иметь любовь между собой. Если любите меня, соблюдите заповеди мои. Опять показываю, что заповеди – это священное писание. И Иисус, они неразрывны. Священное писание Иисуса, они неотделимы. Просто читать надо адекватно. Где дьявол говорит, где Бог говорит, где написано евреем, где написано церкви, где записан закон, где о том, где о всем, что, почему, как. Вы понимаете? Тогда все становится на свои места. Поэтому дальше. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И я возлюблю и явлюсь Ему сам. Иисус говорит, если ты меня будешь любить, я к тебе сам приду. Я сам к тебе приду. Не надо убрать, подготовить все. Нет, в твоем сердце должен быть источник, неиссякаемый источник Божьей любви. Постоянно, постоянно. Это нужно мужчинам, это нужно женщинам, это нужно всем людям. Всем. Из каждого человека может исходить Божья любовь. И она приятная. Вы заметили, что любовь Божья, когда из тебя исходит, она приятная. И хочется быть в этом состоянии. Почему его нужно останавливать? Зачем? Просто пусть течет. Она же все равно, эта любовь кому-то предназначается. Так отдавай, если не твоя, то хоть она через тебя течет. Ты как труба чувствуешь, просто приятная Божья любовь через тебя течет. Но она не твоя, она должна кому-то пойти. Так отправляй и не тормози. Знаете, как газ. Сейчас будет скоро эти самые. Новый год. И говорят, перекроем трубу. Ничего не перекрой. Так и любовь Божья. Она течет, 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 течет. Она тебе создает еще удовольствие. Иисус сказал, кто любит Меня, тот соблюдает слово Мое. Там заповеди, слово. То есть все священное писание. И Отец мой возлюбит. И мы придем к Нему, обитель сотворим. Не любящий Меня. Вообще слова. И кто не любит Иисуса, его слова Иисуса вообще не интересуют. Слово же, которое вы слышите, есть не Мое, но пославшего Меня Отца. Заповедь Моя. Любите друг друга, как Я возлюбил вас. А как ты любил Меня, Иисус? Где-то давно на Голгофском кресте, в Гефсимане, что-то происходило. Я просто понимаю. А Он умирал за всех. И Он еще был в сознании. Он переносил это все. У меня не укладывается. Вообще не укладывается. Я не хочу даже об этом думать. Это невозможно думать. Человеческий мозг не способен думать о распятии вообще Иисуса. Мы не можем об этом думать. Это благодать Божия, которая может коснуться сердца, растопить в тебе все эти колючки, закорючки, просто сотворить вот эту способность. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Опять Иисус, любовь, друзья. Священное Писание. Все крутится в одних и тех же вещей, вокруг и тех же благословений. Вы, друзья мои, Иисус. Он уже достал. Он говорит, какая Иисус? Вы, друзья, Иисус говорит, я готов. Я уже вам протяну руку. Давай будем дружить. Давай я тебя приглашу, мы посидим вместе. Он к тебе приближается. И так, и так, и так, и так. И обнимает, и обнять тебя хочет, и целует. И ты говоришь, Иисус, я свят и чист. И так, ну, вы понимаете, да. Ближе Иисус хочет, Он говорит, я вселюсь в вас, буду ходить в вас. Он ближе, чем дыхание. Он говорит, ну, Он личность, Он хочет быть с тобой. Он хочет обнимать тебя. Он хочет, чтобы ты обнимал Его. Вы скажете, вы знаете, вы когда выйдете отсюда, дьявол это все попытается стереть и уничтожить. Но Иисус говорит, как Он может стереть мою любовь в твоем сердце? Просто позволь ей течь. Позволь Божьей любви из тебя течь ко всем родственникам, внукам, детям, ко всем. Через все пусть течет Божья любовь. Аминь. Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца, заповедую вам. Я уже не знаю, заповедую вам, любите друг друга. О, макабущей. Можно всю жизнь говорить о любви Божьей, но очень важно, первое, принять эту любовь и быть продолжением этой любви. Принять. Вы знаете, я скажу как бы свой опыт. Я хочу о чем-то думать. Я хочу о чем-то думать. Но у меня есть выбор. Я заставлю себя думать об Иисусе, и я буду наслаждаться через некоторое время. Или я буду думать о том, что мне легко и комфортно. Ну, о каком-то мусоре, о какой-то ерунде. Когда я заставляю себя думать Иисуса, я как будто преодолеваю свое внутреннее плотское какой-то, ну, вот этот внутренний барьер. Я заставляю себя думать об Иисусе, и потом я чувствую наслаждение, счастье. Я говорю, я сделал выбор. Когда ты заставляешь себя думать, ты приближаешься к Иисусу через еще один какой-то тяжелый плотской барьер в духовной информатике, не знаю, какого-то демонического противостояния. Когда ты думаешь об Иисусе, ты приближаешься к Нему. И чем больше ты находишься в разговоре с Ним, тем больше ты проводишь с Ним время, тем больше ты с Ним что-то делаешь, ты чувствуешь, вот Он какой, вот мой Господь. Ох, какой. И ты не сможешь это никому рассказать. Рассказы о личных отношениях с Иисусом, они не поддаются описанию. Одно описание было, это Мария, которая вытерла волосы. А что там было, ни одного описания близких отношений с Иисусом, ну, никто не знает. Это сокровенное, которое Господь вложил в тебя. И Он будет всегда что-то творить, там что-то особенное. Но Он поставил критерии. Друг, любовь, священное описание, он. То есть, не ошибетесь, тут запутаться невозможно. Как я люблю? Сегодня абсолютно все вокруг, естественные проявления, не нарушенные человеческим фактором, не нарушенные, является проявлением Божьей любви. Солнце, небо, воздух, земля, растения, море, дельфины, вороны, коты, зебры, жирафы и даже люди. Еще раз читаю. Нет, это мой список зверей, которые мне захотелось отметить. Еще раз говорю. Проявление Божьей любви. Солнце, небо, воздух, земля, растения, красивые растения, море, дельфины, вороны, коты, зебры, жирафы и даже люди. Люди, они находятся в человеческом факторе. Но даже через людей, даже не очень хороших, всегда может проявляться какое-то божественное действие. Если ты видишь глазами Божьими, они будут обращаться как собачки и собачки. Будь благодарным, все вокруг сотворено любовью, с любовью, прекрасно Господом для тебя и для меня. Не привыкай к хорошему, будь благодарен за каждую капельку Божьей любви. Не будь просто «у меня есть и хорошо». Нет, у меня есть и дорожи каждый день с трепетом относись к жизни, к тому, что есть у тебя хорошее. Береги каждое мгновение хороших отношений. Ты знаешь, что эти отношения завтра могут испортиться, а ты сегодня наслаждаешься хоть этим последним днем. Понимаете? То есть, ну, все, что от Бога мы должны беречь, это ценно. Все драгоценно, что Господь нам дает. И когда ты так относишься, как Давид, благослови душа моя Господа и не забывай всех благих деяний его. То есть, Давид в этом плане, он знал, что такое не хватает, что такое где-то сидеть, гонять по горам и так далее. Мы выходим сейчас на финишную прямую. Мы сейчас сделаем исповедание. «Мне дано власть говорить слова Божьи, слова любви Божьей, которые подтверждаются и посвящаются посвящением и делом. На нас смотрят и за нами наблюдают. Что ты говоришь? Как ты держишь слова? И сколько ты стоишь? Сколько ты стоишь? Еще один момент. Вы знаете, на христиан, за христианами наблюдают. Если ты сказал и не сделал, то ты уже не того сорта человек вообще. Знаете, еще в Одессе вообще это четко. Один раз ошибся. Все, один раз, и тебе уже все. Тебя уже ставят в черный список и накрывают тебя рубероидом и все, и закатывают тебя в бетон. Такое. Но сегодня Господь, Он просто говорит, сказал слово, держи его. Относишься правильно. Держишь завет? Держи завет. Все, все, что ты за нами наблюдаешь, все, что ты делаешь, за всем смотрят. Господь, но когда ты держишь слово, ты держишься слов любви, ты держишься завета. Ты не нарушай, написано, не наруши завета моего, не переменю того, что вышло из уст моих. Сказал, держись. Сказал, позвоню, позвоню. Сказал, сделаю, сделаю. Сказал это, выполни. Сказал все, что ты говоришь. Знаете почему? Слова, люди, которые не следят за своими словами, они обесценивают свою личность. Как ты потом будешь говорить слова Бога, когда ты уже обесцененный? Я говорю, Господь, мы, ты поднял нашу ценность, и сказанные слова через нас, они выходят и исполняют то, для чего они посланы, во имя Иисуса Христа, и приносят плод и благословение. Еще один момент. Достигая целей с Богом, следи, чтобы сердце не осуетилось делами и даже хорошими делами. Я делаю хорошее дело, я служу Богу. Вася, если ты осуетился, в тебе исчезла любовь, ты уже агрессивный, это не работает. Себе говорю, кто услышит, тоже говорю. Люби людей всегда. Всегда. Он тебе не нравится, но ненавидеть можно, а ты просто нейтрально люби его, не прикасаясь. Просто хороший поток идет, энергии божественной к нему, пусть идет. Я не останавливаю эту любовь. Пусть идет, не моя любовь, я хоть покайфую, Господь через меня работает. Такое, да? Хорошо. Итог. У нас итог. Любовь – это реальное отношение, подтвержденное через конкретное действие. Гостеприимство, щедрость, прощение, доброта, терпение, жертвенность, посвящение. То есть, любовь – это конкретные поступки. Дальше. Мотив любви делает действие божественно отмеченным и благословенным. Это то, что мы сегодня говорили. Если ты делаешь что-то с любовью, Господь говорит, зачет. Все, это дело я отмечаю в твою копилку благословений. Будешь награду получать, что-то будет. Кто-то говорит, мы будем получать награду. А награды, они собираются за то твое послушание и то отношение, с которым ты что-то делал. Я чемпион, я служитель, я то, я Вася, я Петя. Нет. Все, что ты сделал с любовью, в послушании, четенько, красиво. Аминь. Это пройдет в твою копилку. И награда твоя велика. Иисус, любовь и дружба – это единые понятия. Иисус, любовь и дружба – это одно целое. Они вообще неразрывные все. Быть любимчиком Иисуса – значит быть лучшим учеником Иисуса. Я хочу, чтобы каждый из нас стал любимчиком Иисуса. В этом году хотя бы. Начал. Дальше. Быть другом Божиим, быть Божиим источником любви на деле. То есть через тебя из меня исходит любовь Иисуса, сострадание, помощь, доброта, нежность, жертвенность. То есть быть Божиим источником. Я не знаю, я смотрю на человека, я не знаю, чем я могу помочь. Я просто смотрю на него. Я чувствую, что из меня исходит что-то в него хорошее. Ну хоть я это сделаю. Я не могу к нему подойти, мне противно. Ну бывает, ну я такой. Ну я со стороны могу просто помолиться Богу Господь. Ну сотворен я так, странно. Но я могу отправить ему благословение, его в сердце, вложить что-то. Я могу верую, у меня есть это. У меня есть такая способность. У нас есть такие способности. Будь близким с Иисусом. Ты можешь иметь с Иисусом самые лучшие и красивые отношения, несравнимые ни с кем. Еще раз говорю, будь близким с Иисусом, ты можешь иметь самые лучшие и красивые отношения, несравнимые ни с кем. Ты можешь обнимать, целовать Иисуса, быть с Ним всегда. Это мой Иисус. Ты можешь просто даже, ты говоришь, это мой Иисус. Люди будут завидовать в хорошем смысле. Они будут говорить, твой Иисус, так у тебя есть свой. Это мой Иисус, это мой Господь, Он самый лучший у меня. Я люблю Его. И человек видит, что у тебя аж, ну, ты другой, у тебя другое эмоциональное состояние. Ты какой-то особенный. Ты светишься, потому что ты с Иисусом. Ко ма щи коробо. Давайте помолимся. Я прочту сейчас эту молитву, как она звучит. И потом мы ее исповедуем, как, ну, кто захочет, кому это надо. Родной, драгоценный Иисус, я хочу быть с тобой. Я хочу быть твоим любимчиком и твоим лучшим учеником. Я очень хочу, помоги мне любить тебя, дружить с тобой, быть продолжением твоей любви через меня к другим людям. Помоги мне любить тебя, Иисус, всегда, во всякое время и в вечности. Любить тебя, Иисус, любить твои святые слова, больше всех и всего. Спасибо тебе, мой Иисус. Аминь. Помолимся, да? Ну, это как исповедание. Вы можете, если хотите встать, можете сидеть как угодно. Поехали, да? Родной, драгоценный Иисус, я хочу быть с тобой. Я очень хочу быть твоим любимчиком и твоим лучшим учеником. Иисус, я очень хочу, помоги мне любить тебя, дружить с тобой и быть продолжением твоей любви через меня и к другим людям. Помоги мне любить тебя, Иисус, всегда, во всякое время и в вечности. Иисус, любить тебя, любить твои святые слова, больше всего. Спасибо тебе, мой Господь Иисус. Аминь. 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 Иисус, мы благодарим тебя за это время. Я прошу тебя, накрой нас, покрывай, благословляй, двигайся внутри каждого из нас. Я прошу тебя, чтобы слова, которые были сказаны, разные аспекты любви, разные направления. Я прошу тебя, чтобы они вселялись обильно в каждое сердце, чтобы они проявлялись и днем, и ночью. Я прошу тебя, Господь, чтобы каждый из нас был влюблен в тебя, просто он был поглощен тобой, Господь. Я прошу тебя, Иисус, это исповедание, которое сейчас было, это молитва, которая была произнесена. Я умоляю и прошу тебя о твоем помазании, чтобы оно работало для тех, кто жаждет, для тех, кто хочет. Я говорю, Господь, всякий, кто хочет, всякий, кто жаждет, он получил, он имеет. Это есть в духе, это есть в сердце, это есть в каждом из нас. Во имя Твое, Иисус. Аминь. Аминь.